И как? Что у нас? На каком этапе? Эта новостройка в центре Адлера по-настоящему долгожданная. Многофункциональный центр, в котором будет предоставлено более полутора сотен федеральных, региональных и муниципальных услуг. Систему МФЦ в Сочи начали создавать почти пять лет назад. После того, как на сходах сочинцы просили главу курорта помочь избавиться от стояния в огромных очередях за теми или иными справками. Сначала центр открылся в центральном районе, затем была хоста Лазаревская. Обращались в различные станции, ходили по различным улицам, переулкам, где находились, смотря какие службы. И это было неудобно, конечно, потому что везде были разные графики работы. Долго неудобно и нервозное состояние было. А сейчас очень хорошо. Кстати, презентация нового слогана российских МФЦ «Мои документы» прошла во время открытия Лазаревского многофункционального центра. В принципе работы этой госструктуры здесь можно получить любой документ на все случаи жизни. Эффективность сочинской структуры оценил глава администрации Краснодарского края Александр Ткачев. Подразделение в Хосте он назвал практически образцовым. Считаю, что мы в 15-й год проведем ударно и в целом картина будет по краю, как в Хостеевском районе, или как в Армавире, или как в Анапе. Эти коллеги молодцы. Они действительно для нас являются лидерами, маяками производства. И мы на них будем равняться. Подразделение МФЦ в Адлере сможет претендовать на оценку не менее высокую, учтенный и имеющийся опыт работы. Мы с открытием каждого нового МФЦ, сами тоже учимся, учитываем те ошибки, которые были допущены как в организации работы, так и в планировках помещений. В центре будут работать 32 окошка, просторные зоны ожидания, детский уголок, лифты, предусмотренные пандусы для клиентов с ограниченными возможностями здоровья. У людей будут комфортные условия при ожидании. Ну и, конечно, надо делать так, чтобы очередей вообще не было. То есть человек по нормативу должен потратить 15 минут, чтобы сдать свои документы, и не более 15 минут, чтобы потом получить. Здание для МФЦ впервые в Краснодарском крае возводится по специальному проекту. Ранее подразделения, что называется, вписывали в существующее строение. Стеклянные стены во всех помещениях, где будут принимать клиентов, это, с одной стороны, символ прозрачности и открытости процессов. С другой стороны, возможность дополнительного освещения естественного. И электроэнергию экономит, и помогает создать комфортные условия. Ждать новоселье осталось недолго. МФЦ должен открыть двери в начале апреля. Инга Габейшия, телекомпания ФКТ.